«На небе никого». Книга о людях на войне. Вы слышали сегодня речь Черчилля? Ах, я с ним совершенно согласна. Лондон, несомненно, величественный город. Вы слышали, что бомба попала во дворец? Вчера у меня был необыкновенно удачный заказ. Шляпка для свадьбы с широкими полями и перьями. Хотя сейчас на свадьбу лучше каску заказывать. Но нужно будет подбирать точный оттенок к платью. На это может уйти несколько часов. С вашей будет проще, ведь вам нужна шляпка универсальная, подходящая к разным платьям. Не больше недели. Конечно, если сюда не упадет бомба. Письма от Тома приходят по вторникам, и каждый раз мне кажется, что я умру от страха. Он выполняет важнейшую работу. С мая он офицер. Весной Том прикрывал корабли, которые спасали наших парней в Дюнкерке. Потом, когда его сбили... Да, представьте, я даже не успела испугаться. Том не прекращал мне писать. Сообщил обо всём так, будто это обычное дело. Я только потом узнала, насколько это было опасно. Его легко ранили в ногу. Когда сбивают, главное — успеть выпрыгнуть из самолёта. Это опасно. Но такое часто случается. Потом в июне их отправили помогать Франции, но от французов ничего хорошего не жди. Они капитулировали, и Том, выходит, зря старался. Он тогда летал на Спитфайре. Если бы меня позвали на приём к Гитлеру, я бы его убила, не задумываясь, пожертвовала бы собой. Черчилль сказал, что всё зависит от нас. Если Британия выстоит, то будет свет, а если уступит — погрузиться во мрак. Ну вот и проводил Митю в ополчение. На набережной Малой Невки погрузили их всех на баржу, выдали сухой паёк, и баржа отчалила. Пришёл, даже ужин не стал готовить. Попил чаю с хлебом и селёдкой. Год назад и не думал, и не чаял, что останусь совсем один. Потом Клавдия умерла в январе, и ребёнок на Гатчинском кладбище. Чёрт попутал меня согласиться, чтобы она рожала в 45 лет. Обрадовался старый дурак. Теперь старшего сына судьба отнимает. Надолго ли? Не хочу думать и боюсь. С сегодняшнего дня вводят карточки. В магазинах вчера был ажиотаж. Чуть не поддался. Денег мало всё равно. Запасать не на что. Александра Цезаревна рыдает на кухне. Спрашиваю, что такое. Выясняется, что школу, которую эвакуировали в Великолугскую область, повезли обратно, а там дороги перерезаны, начались обстрелы, бомбёжки. Невероятные слухи, что в эшелон с детьми попала бомба. Погибло 300 школьников и дошкольников. Сгорели вагоны. Как мог успокаивал. Говорил, что немцы ещё не так близко. Что это уж точно провокация, и такого быть не может. Завтра идёт с другими родителями в райсовет. Будут требовать вернуть детей. Довести до сведений родителей, что с ними. Думаю, никто ничего не скажет, но Александре Цезаревне этого не говорю. Сегодня Рождество. Хороший день, чтобы умереть. Я был ранен шесть раз, а на седьмой раз я, наконец, убит. Это должно было произойти давно, но только теперь вокруг достаточно красиво, чтобы я мог спокойно умереть. Кроме того, если бы это произошло, раньше меня убили бы русские, а теперь я погибну от рук американцев, это подходит мне больше. Вас хаст ду унтерласен цу майнем трост унт фройд. Чего не сделал ты для моей радости и утешения. Фюрер говорил, что к Рождеству закончит войну. И вот уже четвертое Рождество. О войне все нет конца. И фюрер все еще говорит, произносит речи. Вернее, одну единственную речь. Если слушать эту речь внимательно, то становится понятно, в чем ее смысл, в чем суть всего, что он делал и делает. Эта речь длится уже почти двадцать лет. Ее интонации не меняются. Многие в последнее время разочаровались в фюрере. Я нет. Фюрер знает, что говорит, и знает, что делает. Когда он начинал войну, он сказал, если в немцах не будет достаточно дерзости и решимости, чтобы поставить себя избранным народом, стать властелинами мира, то будьте прокляты, немцы. Пусть тогда судьба поступит с вами по справедливости. Так оно и случилось. Фюрер предполагал такую возможность, а мы-то думали, что это фигура речи. Ему не нужна была никакая Германия, кроме великой. Это он в нас разочаровался. Фюрер — мечтатель. Так бывает с парнями. Но воображают себе не весь что, а оказывается, невеста — обычная девушка. Хорошая, но не богиня. Вот и фюрер тоже. Он думал, что Германия — сказочная страна, населенная богами и героями. А она оказалась обычной страной, населенной обычными людьми. Может, богов и героев и вовсе не бывает. Только вот из-за его мечты погибло и умерло слишком много этих самых обычных людей. Ценой величайших страданий тела и души. Ордена-то эти. Ордена. Как его мать умерла. Я все сохранила, в музей передала. Да толку-то с этих музеев, орденов. У нас в советское время настоящий культ был и в школе, и везде по деревням. Звено имени легендарного героя Редькина. Улица разведчика Редькина. Такая все ложь неимоверная. Я всю жизнь учитель, и я только молча слушала это. Ко мне не приставали много, но вокруг было очень много вранья. И сейчас опять все врут. Уже и не осталось никого почти, кто бы помнил, как было. А я помню Федьку хорошо. Довоенное время даже помню. Не так, чтобы хорошее было время. Но получше, конечно, чем война. Федя любил возиться с нами, орехи нам доставал, игры придумывал. Помню, он землянику в кулаке просил спрятать и всегда угадывал, сколько там ягод. Федя мне в детстве казался великим человеком. Мы его все ждали, вызывали, гонялись за ним, когда он не в школе и был и не на работе. Еще собака у него была умная. Федя ее дрессировал, пока в училище не уехал. А потом война. Все это про Федю мы знали, и, конечно, нам-то было нетрудно поверить, что это наш Федька-то так фрицев запугал, что они и фамилию его боятся слышать. Мы им гордились сильно. И потом мы узнали, что Федя ранен в госпитале. Его отправили в тыл. Мы не знали, как, что. Думали, получше ему станет, сам напишет. Все ждали, а все пишут за него и за него. И мы уже поняли, что это не так. Мы уже ученые были. Сорок... Это уже зима сорок третьего. Да. И месяц, и другое он не пишет. А про него только нам приходит, что ранен, что лечит. И мы уже постепенно начали понимать, что не совсем, как сказать, не совсем все хорошо. И вот его привозят. Мы даже... Ну, его узнать было трудно. Потом умер. Двадцать три года. А потом зимой мать за ним не стала жить. И я все помню, ходила и вспоминала, как он вдруг про Бога заговорил. Надолго мне это запомнилось. И вот, как говорят, герой-разведчик, легендарный Федор Редькин, тра-та-та, тра-та-та... Это, конечно, всем интересно, но это война. А мне про войну неинтересно. Да будь она трижды проклятая, эта война. Мне ни медали, ни ордена неинтересны. Толк-то от них, от орденов. Субтитры сделал DimaTorzok